Более 20 эпизодов мошенничества значатся в уголовном деле, которое сегодня расследуется в Пинском межрайонном отделе Следственного комитета. Почти все они схожи по сценарию. Группа из четверих пинчан путем обмана и предоставления фальшивых данных оформляла кредиты на далеко не платежеспособных лиц. Жертвами мошенников становились наркозависимые, также люди, имеющие низкий материальный достаток и злоупотребляющие алкоголем. Более подробная схема обмана выглядит так. Трое из мошенников находили нужных клиентов с паспортами и за определенный, чаще всего небольшой процент, уговаривали на сделку. Еще один злоумышленник брал на себя оформление договоров в банках и торговых павильонах. Все документальные вопросы решал хитро, порой даже без присутствия тех, кто якобы хотел купить дорогой телевизор или компьютер. Технику потом злоумышленники перепродавали. В части эпизодов, когда лица все-таки присутствовали, они, как правило, к предпринимателю заводили состояние алкогольного опьянения. Некоторые инвалиды, в том числе и по зрению, не всегда могли прочитать тот же мелкий текст в кредитных договорах. Закрывался предпринимателем заголовки документов и указывались места, где необходимо проставить подпись, что позволяло, в свою очередь, таким образом заключать кредитные договора, не будучи осведомленным в их условиях. Еще одна из уловок мошенника – это составление кредитных договоров и анкет после 18 часов. Именно в это время предприятия и организации уже не работают, а потому кредитодатели не могли получить достоверных данных из бухгалтерии и отделов кадров о кредитополучателях. Региональный предприниматель пользовался и базой данных предприятий, сам указывал адреса, сам указывал телефоны бухгалтерии, отдела кадров и влазил ситуации по данному вопросу, потому что выступал агентом банков ЗАО ВТБ банк, ЗАО Дельта банк. Пинским межрайонным отделом внесены соответствующие представления в указанные банки с целью недопущения подобного впредь. Так имела место недоработка речевок, произносимых операторами банков при выяснении и наведении характеристик у клиента. Отсутствовало в ВТБ банке фотографирование клиентов, что упрощало механизм мошенничества. Действуя таким образом, мошенники всего за два месяца поживились на 146 миллионов рублей. Кроме этого, в уголовном деле фигурирует 200 миллионов за неуплату налогов и сборов. Сейчас мошенник-оформитель находится под стражей в ожидании суда. Наказанием ему может стать срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества. Обвинения в ближайшее время будут предъявлены и подельникам. Подобные ситуации преступления распространены у нас. Уже, скажем так, банки те же самые в Минске говорят, что Пинск – это квандайк таких преступлений почему-то. Неизвестно, почему в то же время и наши граждане, злоупотребляющими, скажем так, наркотическими средствами, уже есть информация, что выезжают другие города и таким же образом заключают кредитные договоры уже с жителями других городов. Как рассказали нам в Следственном комитете, часть убытков, нанесенных действиями мошенников, будет возмещена потерпевшим банкам и торговым фирмам. Однако некоторым кредитополучателям придется все же заплатить по счетам и на законном основании. Осознанно или нет, но они поставили свою подпись в кредитном договоре.